рада вас приветствовать на моем канале меня зовут маргарита и сегодня видео будем плести кроватку для игрушки так у меня вот получилась такая вот корзинка как короб до обычный вот он просох и он такой знаете довольно такой прочный как как обычная плетеная корзинка из лозы мы же еще потом его еще раз прогрунтуем и лаком покроем она станет еще крепче так теперь по поводу боковых спинок я возьму трубочки нужно будет их согнуть в дугу хотела взять такой шланг у меня есть прозрачный ну подумала что со шлангом будет не так устойчиво когда мы прогрунтуем их еще будет с трубочками будет еще крепче так надо определиться с диаметром это у меня здесь 3 6 10 трубочек их нужно нарастить сделать двойными папа больше тут у меня 35 сантиметров вот нарастить и мы будем делать их дугой сейчас я наращиваю так вот нарастила мне получается трубочки длиной в 70 сантиметров такие длинные вот распределяем места наращивания в разных на разном расстоянии друг от друга так чтобы они не наращивание не приходили не приходились в одном месте то есть что потом не было заломов так все распределили воспользуюсь малярным скотчем сейчас буду трубочки эти обматывать обматывать буду не везде чтобы их просто зафиксировать они не распадались и будем делать дугу все себе подготовлю немного немножко придадим направление трубочкам так и тут нужно ориентироваться на спинку кроватки так и каким размером будем ее делать то есть вам вы смотрите как вы хотите поднять ее высокую либо невысокую делать так рядышком тоже скотчем фиксируем так закругляем примеряем кроватки у меня наверное будет одна сторона чуть повыше а другая чуть чуть пониже и кроватка будет у меня невысокая распределяя вот как раз по ребрам короба вот здесь теперь трубочки на запомнили положение я их обматываю вот так это будет получается высокая часть вот а низкая часть ну чуть пониже вот так где-то будет вот я потом скажу сколько там сантиметров так еще здесь немножко места наращивания вот видите она и они заламываются и торчат их мы сейчас смотаем чтобы не разъезжались так вот так потом мы определяемся с длиной ножек одно обрезаем и буду потом ориентируется 2 так же примерно вот здесь потом если что мы подрежем если нужно будет еще так получается у нас кроватка вот сейчас скажу длину так я поставлю и скажу сколько мне вообще высота в принципе где-то 24 сантиметра получается от стола до до вот это вот до в самой высокой части 24 25 сантиметров вот ну а ширина конечно здесь будет по нашей 21 сантиметр у меня здесь вот и делаю я такую же вторую но чуть-чуть поменьше я сейчас самостоятельно ее сделаю потом размерчик вам скажу вот сделала вторую она будет невысокой вот и расстояние сейчас скажу примерно 20 сантиметров теперь берем трубочки влажные и начинаем обматывать то что у нас вот есть одной-двумя как удобно вам вот сюда между трубочек заведу трубочку немножко сплющую придаю и направление так на клей трубочку здесь прячу прижимаю и начинаю обматывать просто обматываю обматываем обе дуги таким вот образом когда мы обмотали будем крепить кроватки я одну уже маленькую часть посадила на трубочки трубочками скрепила так и ножки у меня выходят вот кроватки от самого низа на три с половиной сантиметра значит с этой стороны со второй нам нужно тоже сделать на три с половиной сантиметра так поставлю можно зафиксировать на стяжке на первое время и потом обматывать я наверное так и сделаю потому что сейчас буду работать она будет у меня падать взяла стяжки если нет стяжек у вас то воспользуйтесь какой-нибудь плотной нитью такой что не порвется и вот внизу здесь зафиксирую вот 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 одна есть сейчас вторую так вот сейчас проверю ножки надо располагать так чтобы они как не выходили вот за сторону широкую даже я взяла по 4 сантиметра пускай будет по 4 сантиметра чуть чуть повыше будет переверну посмотрю как она хорошо все теперь берем трубочку и начинаем обматывать трубочку сплющиваем начинаю с верхней части беру на два ряда вверх между рядами кончик трубочки продеваю и там его а его оставляю опускаем вниз обхватываю эту ножку и вывожу тоже на двумя рядами так сейчас покажу как внутри у нас надо располагать так чтобы она не выходила в тушу в то же отверстие вкладываем трубочку рядом и опять туда же вон как внизу вот эта трубочка хвостик она у нас остается вот внизу висеть мы ее потом обрежем дальше выводим трубочку уже на следующий ряд на ряд ниже вот нужно хорошо подтягивать тоже на ряд сюда вот ниже трубочки у меня хорошо тянутся они рвутся потому что они хорошо обработаны так вот стянула этот хвостик туда же вывожу хорошо плотненько затягиваем вот и этот хвостик прячу между кроваткой и между ножкой его можно сразу наклеим можно просто его там оставить когда будем грунтовать он у нас приклеится вот оставлю так дальше хвостик здесь этой стороны обрежу хвостик вылез и вот этот хвостик который внутри и его тоже срезаю срезаю вот так вот близко близко к той трубочке которые могут к обмотке вот сделали также делаем эту сторону и вот здесь мы здесь точно также все трубочку берем сплющиваем заводим так у меня здесь через два да вот два ряда пропускаем снизу по сверху стяжку я сейчас срежу она мне больше не нужно вот хвостик там тот внутри здесь тоже на два ряда вниз отступаем и заправляем туда эту трубочку хвостик опускаем вниз управляем ножку так выводим там же управляем ножку и хорошо затягиваем то есть два витка у нас там же идут и 3 идет на следующий на следующий ряд на ряд ниже вот теперь вот как раз третий виток на ряд ниже и здесь тоже на ряд ниже все вытаскиваем его туда внутрь поправляем все и хорошо затягиваем хвост выводим наружу и будем прятать тоже за ножку туда внутрь немножко его сразу обрежу и на клей туда и вот его внутрь затолкну за толкая так вот он спрятан а дальше то же самое делаю вот здесь вот со второй стороны вот и в принципе у нас вот эти вот части будут готова так прикрепила и что я решила сделать дальше я решила сделать небольшой ажурчик ну вообще совсем так по минимуму вот сейчас я покажу что я делала совсем такой знаете простяцкий простяцкий ажурчик путем подставления половинок трубочек вот и фиксирование их вот сверху на крестики я беру вот половинку трубочки подставляю вот так вот к стойкам вниз делаю изгиб через одну и подставляю к стойкам вот через одну давайте будем делать это сразу на клей чтобы 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 она у нас не выпадала так просто завожу поехать так делаю точно так же через одну и завожу водку следующий очень вот он 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 Продолжение следует... Так, вот я витки эти сделала, теперь витки завожу наверх. Смотрите, вот здесь где вершина, в первом витки я вставляю сюда трубочку, пускаю ее по низу. И завожу под второй вершинкой, вот стараюсь туда. Вот так вот. То есть на самом деле, открывать у меня вообще, как можно сказать, на скорую руку. Она у нас такая совершенно простая. Я ее и не старалась, в принципе, сделать какую-нибудь там супер-пупер классную. И нужно кроватку сделать быстро, просто, без лишних заморочек. Вот. Все сделала, да? Со второй стороны я тоже сделала. И здесь тоже вот можно будет сделать. Я хотела сначала пустить вот так вот к ручкам, да? Всякие там какие-то петельки сделать. Но подумала, что они будут мешаться. Мы же будем кроватку вот так брать, да? Переставлять. Думала, я подумала, что не буду ничего лишнего делать. Хотя можно было бы, да, сделать вот здесь какой-нибудь красивые такие узорчики. Вот. Ну, думаю, что... Сейчас пока до плиту, потом посмотрю, может быть, и сделаю. Вот. Дальше. Берем трубочку. Где наша сторона? Будем фиксировать вот эту верхушку. Ну, просто как декоративный элемент, в принципе. Ну, и чтобы она не выдала, не выскакивала. Заводим трубочку внутрь. Внутри трубочка стоит наискосок. Делаем оборот. Вот. Выходим внизу. Тут хвостик прижимаем. Вот. Делаем оборот. Вот. Зашли, да? Внутрь. И внутри спрячем трубочку. Держим хвостик. Да? Вот этот первый, который мы заводили. Трубочку спрячем вот под этот хвостик. Нужно тут быть аккуратным, чтобы она не повыскакивала. Потом, когда прогрунтуем изделие, оно будет еще крепче держаться и никуда не вылезет. Вот. Все подтянули. Можно чуть-чуть обрезать. Потом, когда прогрунтуем, она подсохнет. Хвостики здесь обрежем. Такой вот крестик. Давайте еще один сделаем. Завожу трубочку туда, наискосочек. Вывожу вниз вертикально. Все это нужно подтянуть. Вот. Вот. И крест накрест. И завожу под эту же трубочку. Чуть-чуть ее ослаблю. Довожу и подтягиваю. Вот так получается. Делаю все то же самое здесь везде. Я вот придумала сделать вот такой вот лепесточки на краях. Вот это с короткой стороны дома. Ну, в принципе, можно брать. Удобненько. Значит, беру я трубочки. Мне нужно три трубочки, но я их наращу, потому что у нас здесь длинная эта ручка. Наращиваю, чтобы были подлиннее. Мне тут пригодится стяжка. Вот здесь вот на серединке я ее сейчас одену. Сделаю петельку, здесь застегну. Оставлю место. Берем наши трубочки. Здесь, где место наращивания, я аккуратненько от него придаю трубочкам изгиб. Завожу концы вот сюда. И здесь вот будет у нас фиксироваться. Берем трубочку. Трубочки все у нас влажные. Мы сейчас будем ее фиксировать здесь. Хвостик где-то посередине, чтобы было все располагалось. Вот так. зафиксировала. Все, тут крест-накрест. Раз, обмотала. Этот конец вот находится. Я его опять захвачу, прикрою. Два. И вот здесь вот этот кончик я обрежу. И просуну вот сюда в отверстие на клей. Я слишком много срезала. Думаю, будет держаться. Так, вот одна у нас получилась. Берем вторую длинную трубочку. Точно так же придаем изгиб направление. Вставляем кончики сюда. Затягиваем и располагаем трубочку. Чуть-чуть в сторонке. Вот так вот. И тоже нужно будет ее зафиксировать. Мы потом хвостики поправим здесь, в конце. и придадим форму этим лепесточком. Так, вот. Обмотала. в конце. Конец прячу. Все. Так. так. И берем третий. Третью трубочку. Здесь мне нужно поправить. Слишком высоко я ее взяла. Так. И подставляем вот третью. так. Так. Дальше подтягиваем лепесточки так, как мы хотим. укладываем. Вот. И вот это место. Вместо стажки будем трубочку использовать. так же мы будем сейчас я сориентируюсь где у меня какая трубочка и подставляем вот сюда вот трубку. будем сейчас обматывать вот это место. Будем соединять их и скреплять. Так, стяжку я потом уберу. хвостик так же вниз опускаю. А здесь надо вывести наружу. Туда же. вот можно в принципе вот так вот и оставить. Так. Внутри нам нужно будет здесь спрятать. Здесь обрезаю. можно совсем, совсем под кореньем. Я вот так вот срежу. Вот. И внутри нужно будет трубочки спрятать. вот так вот выведу наружу. Сейчас я ее в плетение спрячу. Вывожу наружу и вот сюда пущу в плетение. Так. Эту так же. Нужно сейчас найти место. Вот. Туда же. Она за правой просто, потому что она коротенькая. Вот. И внутри их можно в принципе будет. Я просто их обрежу и подправлю так вот в плетение, чтобы она тоже вдоль лежала. Вот. Все. Вот. Так вот у нас вид. Да. Такой. Вид кроватки. Все. Прогрунтуется оно здесь. Все. Будет потом плотненько стоять. Доделаю вот эти места. Да. Скрепляю. И кроватка будет готова. Вот. У меня все высохло. Я все прогрунтовала, покрыла лаком. Все готово. Кровать получается очень крепкая. Несмотря на то, что да, у нас тут такая сетка. Она крепко, крепко стоит, держится. Все отлично. А вот эти хвосты я подрезала. Вот видите. Под вот этой вот трубочкой обрезала. И тут ничего в принципе не цепляется. Здесь вот у меня вылезла во время сушки. Я не заметила. Ну, обрезала так. Нужно контролировать, да, этот процесс. Чтобы нигде ничего не вылазило. Вот. Конечно, можно эти крестики заменить чем-нибудь другим. Вот. Если вам не нравится, да, как она смотрится. Ну, в принципе, вот и все. Весь мастер-класс на эту кроватку. Очень быстро. Расход трубочек минимальный. А еще я сделала матрасик сюда. Да? Вот так вот. Матрасик и подушечку. И я могу уложить игрушку, для которой я это делала. Вот. И довязала вот клейник тоже из остатков пряжи. Использовала полностью всю пряжу, что у меня была. Вот. И вот так вот укрою. И я довольна, что использовала какие-то остатки, да. И игрушка довольна, что у нее есть кровать. В общем, все довольны. Получилось очень, на мой взгляд, красиво. Спасибо всем за внимание. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны. Поставьте лайк. И обязательно жду от вас комментариев. Все. До новых встреч.